Ну, здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Ну, наконец-то дошло время до посылки, которую прислали мне. Спасибо всем за посылки, спасибо за то, что как-то август, конец августа, конец лета, вы все порадовали меня, ну, как-то продлили мне радость лета. Да, это я всё время против того, что присылали, потому что это ваши деньги. Ну, а со второй стороны, это очень, конечно, приятно и большое вам спасибо. Эту посылку прислал мне Виталик из Тернополя, но в этой посылке находятся вещи, ну, передача, которую переслали девчонки из Америки. Галя, есть такая подписчица у Виталика, она сама из Тернополя, но живёт в Америке, и она дружит с Виталиком и часто присылает ему всевозможные посылки. И вот она знает о нашей дружбе с Виталиком, о том, как я отношусь к нему. Может, к нему. И она тоже смотрит мои видео, и Люда тоже дружит с Галей в Америке. Тут целая вот такая вот система. И она присылала посылку Виталику, и в эту посылку она положила... Они, девчонки, девчонки вдвоём положили и гостинцы для меня. Спасибо, девочки. Спасибо. Ещё раз говорю о том, что... Как трогательно, что ты не знаешь совсем людей. Ты не знаешь о их существовании, кто они, как они, какая у них жизнь, какая у них судьба. Но люди знают о тебе и пытаются сделать тебе приятно. Девочки, у вас это получается. Спасибо вам большое. Сейчас вас немножечко разверну, потому что как-то вы... И первое, что здесь лежит, это красивая красная кофта. Я вам обязательно сделаю дефиле этих вещей. А то Виталик так показал, что нифига не понятно. Вот эта кофта, вот эта вот то... Кофточка очень красивая. Она такая прозрачная. Я не очень люблю, когда видно бюстгальтер, поэтому я такой май... У меня есть такая телесная майка телесного цвета, и оно не будет видно. Или же буду одевать бюстгальтер. Очень красивый рукав. Ткань, посмотрите, какая. Видите, такие как маленькие... Я не знаю, как прямоугольники с ниточек. У меня такое платье синее есть. Вот такая майка. Длина у неё красивая. И это не майка, это рубашка такая красивая. И я обязательно примерю. А мне красное к лицу. Сама себя хвалю. Ай, Виталик, ты поймёшь сейчас. Хвалы, хвалы. Кукушка хвалит соловья. Ой, вот какая трикотажка. Ребяточки, смотрите. Горчичная такая трикотажечка. Снизу здесь такие вот как складочки. И на плечах вот такие вот как заклёпочки сделаны. Тоже это я всё не буду сейчас углубляться. Я вам всё покажу. Вот сзади такая прорезь. Цвет, мне кажется, тоже просто сумасшедший. Правда? Вот мне тоже такое идёт. Это всё будет в конце. Ну и теперь, о-о-о, вот это да! Виталик любит такие длинные конфетки. Девчонки, я сейчас говорю за Галю, за Люду, за Свету. За всех девчонок, которые присылают. Если бы я ела эти все конфеты, то я бы не влезла в двери. А Саша мой, он мужик, он работает очень физически. Он ест, он ест эти шоколадки. И он у меня сейчас точно выступает вором. Я поймала вора, кто ест все конфетки. И этим вором оказался мой Саша, дорогие мои. На здоровье пусть кушает. Спасибо большое. Посмотрите, какой длинный сникерс. Вот, смотрите, вот, смотрите, что делается. Вот у меня сгиб руки и вытянутые пальцы. Вот, видите, какой длинный сникерс. Чтобы вы представляли, какая его длина. Спасибочки. Ну, та, Виталик же, он у нас настолько честный человек. Настолько честный, что я ему доверяю настолько. Посмотрите, вот прислали девчонке кит-кет. Были в коробочке. И он поделил. Он поделил, Виталичка. Ну, ты не мог себе это оставить. Ну, мой хороший. Спасибо. И Виталику, спасибо и девчонкам. Вы мне говорите, Алла, почему вы открываете и ничего не пробуете? Вот, Санвелл все пробует. Ребят, ну, разве можно все попробовать, все открыть, а? Это же нереально, правда? Ну, вы знаете, вот здесь две полосочки такие вот. Вот, две полосочки. Ну, не те, что сейчас кое-кто подумал. И... Ммм, очень вкусно. Ммм, спасибо, ням-няка. Так, дальше. Вот это. Это наподобие сухого молока. Я помню... Ну, это, наверное, американское, ребята. 0,5, наверное, да. Вот, ну, видите, он вот тут вот. Первый раз я вот это попробовала, когда мы были на Мастер-Шефе. Нам там... Мы тогда еще кучеряво жили, вернее, канал Деньги были. И нам все время чай, кофе и вот такое вот сухое молоко сладенькое стояло. Это добавляется в кофе. Это очень-очень хорошее. Спасибо большое, девочки. Чисто американское. А вы думаете, что-то уже все. Ага. Так. Ох. Ох. Смотрите, маршмеллоу. Маленькое такое. Такое оно мягенькое. Такое классное. Обожаю маршмеллоу. Мини-маршмеллоу. Видите, вот написано. Мини. Минички. Минички, как облачко. Вот. Вот как облака такие нежные-нежные. Маленькие-маленькие. Спасибо. Так. Это чай. Чай-чай. Смотрите, это чай пакетированный. Света прислала мне вот эту вот такую, как чайничек. Это я знаю, что туда нужно выкладывать использованный пакет из-под чая. Пахнет. Это чай из лайма, наверное. Видите, лайм нарисованный. Спасибо. Приходите на чай. Девчонки, приходите. Так, что-то вы так у меня сбоку вот так вот вас развернули, чтобы видно, куда я все это выкладываю. Хорошо? Что-то вот это наверху тяжелое такое лежит. А, это, наверное, ой, спасибо даже вот за такую штучку. Она у меня есть. Я вот буду присылать посылку с этим сюда положу. Спасибо. Так, сейчас я открываю. Я знаю, что это. Это у меня будет на кухне. Опять-таки, для почетных гостей. Простых чашек. У меня целая-целая куча. Вот пока весь мы их не побьем, так они у меня и будут стоять. А это вот такие красивые чашки. Посмотрите, такой набор для кофе. Вот, смотрите. Спасибо большое. И такой набор есть у Виталика. И теперь есть у меня. Нам два одинаковых прислали. Размер чашки такой, как любит Саша. Посмотрите, как все упаковано. Все вот тут в пленочку. Чашка становится в пленку. Вот здесь вот закрыто. Вот я срежу вот эту штучку. И у меня, получается, чашка начнет выниматься. Вот в эти прорези вынимаешь по чашке. Прекрасно. Вот такая вот, как говорится, такая форма. Вот ставишь на стол и без проблем. Спасибо большое. Ну, вы еще увидите сто раз вот эти чашки в кадре у меня на кухне. Потому что они будут стоять у меня на кухне. Я не собираюсь их оставлять на приданное Саше или для детей. Так что это все для нас, Саши. И мы этим будем пользоваться. Вот это вот жаление. Мы уже, я прервала свой разговор. Мы уже, извините, настолько продвинутые, что мы знаем, что для чая чашка отдельно. Для кофе должна быть отдельно. А не так, что какую схватил, такую налил. Все-таки, и еще, если показываешь видео, то надо, конечно, придерживаться. Не то, что там брехать и играть, а просто придерживаться каких-то правил и стремиться к лучшему. Девчонки, спасибо большое. Эти чашечки вы еще увидите много-много раз у меня на кухне. Это еще не все. Вот, сейчас. Нет, я это оставлю на потом. Я на потом это оставлю. Так, сейчас, секундочку. Хотела сразу, извините, на потом. Так, это... Тандори. Тандори. Ой, тандори, тандори. Это какая-то специя, ребят, но у нас запаяна. Что такое тандори? Так, я думаю, что Виталик мне напишет, что это. Это специя. Спасибо большое. Так, здесь что-то мягенькое. А, это та кофта, которую показал Виталик. Пудровая. Она такая красивая, такая нежная. Посмотрите, какая кофточка. И завязывается вот на плечики. И длинный рукав. Это просто, ну, мой цвет. Ну, мой цвет, девочки. Я вам обязательно покажу. Красота. Спасибо большое. Вот вроде бы ничего нету. Просто кофточка. Ну, вот этот вот бант. Вон такой бантик на плечах. Очень красиво. Спасибо. То есть у меня будет три примерки. Дальше. Это опять-таки вот эти шоколадные стрипсы. Или как они называются? Молочный шоколад. Вот Виталик сказал, что он не готовит. Хотя девчонки прислали вот и белый шоколад. И это белый, да, я так думаю. Ну, да, наверное. А может и не белый. Ну, я думаю, что белый. Он говорит, я не готовлю это тебе. Так что спасибо большое. Вот такие вот шоколадочки есть. Это для готовки. Ой, мои хорошие девочки. Я так хочу приготовить. А помните, я вам все время рассказываю за девушку, которая китаянка или японка. Ну, мне кажется, китаянка. И вот она показывает. Я к ней прихожу на эфир. Я смотрю ее видео. Она меня уже знает. Я не понимаю, о чем она говорит. Я вижу, что она делает. И вот она мне машет, когда я напишу там, здравствуйте, и сердечки. И она мне так вот, и кицико, и машет. И она готовила кофе на основе молока. И кофе растворимый надо было. Я купила два. Вот смотрите, я честно вам скажу, чтобы вы не сказали, что. Я не знала, что там это. Что я вру. Ну, вот один, смотрите, вот один. А где второй? А где второй сейчас? Что в этой сумке у меня? Ну, в моей сумке, как и в любой женщине, тут что хочешь найдешь. Расческа. Так, ну ладно. Я покупала вот такие вот стики для кофе. Ну, тут мало. Мне нужно пять столовых ложек. Пять чайных ложек для чашечки. Ну, девчонки, здесь уже вы прислали кучу, кучу большую. Здесь весу... Ой, я даже не знаю, сколько здесь весу. Сейчас я посмотрю. Не написано что-то. Триста, триста девяносто семь граммов. Ребята, почти четыреста граммов растворимого кофе. Как обычно, у меня вот от нашего, что у нас продается этот эфир, у меня страшная изжога. Вот я это попробую и вам скажу. И самое главное, спасибо, девочки. Я приготовлю тот кофе, который готовила эта милая-милая девушка. Всё. Вот видите, всё, что нужно. Спасибо, мои хорошие. Так, это что-то тяжёлое такое. Сейчас я раскрываю. Ох ты, ё-моё. Это большущая шоколадка. Большущая шоколадка с орехами, вот я чувствую. Так, сейчас я вам скажу. А сколько ж тут весу? Боже мой, ну тут весу тяжёлая она. Не написано. Сайз, размер большой. Шесть процентов. Тут нету веса. 170 это не вес, ребят. А, вот, 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 вот. 500 граммов шоколада. 500 граммов шоколада. Вот такая медаль шоколадная. Спасибо. Это шоколад, который кушать. Это не тот, который... Вот тот, что готовите для глазури, это вот эти вот такие камушки. А тот, который ещё есть, такие они длинные, высокие. Это шоколад для того, чтобы кушать. Пожалуйста. Вот. Спасибо. Благодаря вам, мои подружки, я знаю вместе со своей семьёй вкус немецких продуктов, вкус польских продуктов, вкус американских продуктов, итальянских. Спасибо вам большое. Так. И вот чай. Это вот такой чай любит очень моя Саша. Такие фруктовые всё. Поэтому вот это я даже открывать не буду, потому что здесь срок годности очень большой. До 23-го года это всё вот написано. И я это оставлю. Она обожает вот такие ароматизированные чаи. Ну, знаете, молодая, нравится что-то сладкое. Поэтому спасибо большое. Это я оставлю Саше. Пусть оно лежит. Димка у меня не очень любит тоже такое. И здесь, ребяточки, спасибо, девочки. Спасибо вам большое за то, что вы меня, не зная, как там, сами, так любите и верите мне. Я прямо с стихами заговорила. Это не мои стихи. Это где-то такие стихи были. Ну, вы мне подскажете, чьи это стихи. Спасибо вам. Я желаю вам, чтобы у вас как можно меньше было ностальгии по родине. Вот вы думаете, почему Галя с Виталиком дружит, присылает посылки? Потому что она в Виталике слышит речь родную. Она в Виталике видит весь Тернополь. Так что, ну, знаете, кто с сердцем, тот поймет, о чем сейчас я говорю. А кто без сердца, мне не важно, чтобы они понимали, честно. Так, и теперь у меня здесь, я вам вот показываю сейчас, подождите. Вот, смотрите, видите, вот, вот, а-а-а, осторожно. Вот, здесь у меня тушенка, о которой я говорила. Вы меня все время просили, чтобы я вам показала, какая это тушенка. Поэтому я показываю. Вот, смотрите, свинина. Написано, Тернопельский, вот тут вот мясокомбинат. Вот такая свинина в банке. Я не знаю, когда я была, то она была, по-моему, по 52 или 54 гривна. Сколько сейчас, это Виталик ответит. Посмотрите, какое здесь мясо. Посмотрите, видно каждый кусочек. Жира немного. Все, вот это все мясо. Это все мясо, ребята, это просто замечательная тушенка. И вот такая вот шинка свынячья. Тоже, посмотрите, как видно куски мяса. Здесь немножечко больше жира. Но это другая фирма делает. Но все равно очень вкусно. И Таська привозил. Вот такая вот тоже тернопольский мясокомбинат. Яловичина классична. Посмотрите, сколько жирка. И здесь тоже куски мяса. Умеют наши делать, если захотят. Умеют, умеют. Шинка яловичина классична. Вот такая еще. Я вам показывала такую или нет? А, я такую показывала. Все. То есть у меня шинка свынячья. Шинка тушкованная свынячья. Вот такая. Вот. Видите? Вот шинка и свынына. Отличается, потому что это совсем другое. Шинка это как колбаса. Берите на хлеб намазы. А свинина, вот посмотрите, видите? Разная по цвету. Но это очень вкусно. Так что американско-тернопольская посылка. Спасибо вам большое. Мне очень-очень приятно за то, что... И яловичина. Вот она яловичина. За то, что вы так относитесь ко мне. И за то, что не забываете. Это очень-очень приятно. Ну, а сейчас хватит разбираться. Уже все я разобрала. Поэтому сейчас я пойду мерять свои обновки. И, конечно же, вам покажу. Я покажу здесь в доме, потому что на улице очень светло. И плохой свет будет. И плюс там Саша занимается, стучит. Он ломает там. Все ломает. Опять все ломает. Так что сейчас я меряю свои обновки. Согласны? Ну, давайте пойдемте. Подождите. Ну, что же вы мне не говорите, что, Алла, вы сказали, что потом покажете что-то. Я вам сейчас покажу. Помните, у Виталика был эфир, что он рассказывал, как он купил приспособление, которое можно мыть в многоэтажном доме окна. Он его прислал мне. Понимаете? Значит, он не смог пользоваться им. Хай теперь Алла комучается. Ну, у меня, честно говоря, нету большого такого расстояния, высоты. Но я все-таки попробую. Смотрите, как же оно тут. Ага. Вот оно. Видите? Сюда наливается. Вот такая вот есть, как в машине, штучка с двух сторон. Вот оно. Видите? Сюда наливается немножечко специального средства, чтобы мыть окна. Потом вот это с веревкой раз на ту сторону. И потом, опа, вот так закрывается с этой стороны. Веревка это держите, чтобы не потерять. Короче, я вам все покажу на своих окнах. Вместе с Сашей я вам покажу, как это все работает. Будет оно у меня работать или нет, не знаю. Но обязательно покажу. Так что все. Вот это то, что я вам хотела сказать. Спасибо. Я выкидаю в помойку. Я говорю, ну выкидай, ну выкидай. Давай мини. Я должна это все проверить. А вдруг у меня сработает. А вдруг что-то у меня лучше получится. Вот видите, как даже нарисовано как. Вот прилепили. Сначала моем вот так. Потом моем по кругу. Потом туда-сюда. Потом вот так. Так, ну это, наверное, способы, как можно мыть. Я уже как-нибудь там подтяну, лишь бы подтянулась. Все. Ну а теперь, конечно же, примерка. Ой, как мыть женщины, девчонки, девочки все. Как мы любим мерять шмотье. Какие мы шмоточницы, правда? Как мы любим это все дело. Так что, внимание, сейчас показ. И так, и так. Конечно, вот эта кофточка очень красивая. Но мне надо немножечко еще под нее похудеть. Видите, вот у меня здесь видно, вот у меня, во-первых, такие штаны сегодня. Ну, вот здесь, конечно, немножко собрано. Но верх очень красивый. Посмотрите, как красиво вообще. Надо срочно еще вот это. А знаете, а может какое-то белье можно одеть, что стянется. Ну, файно. Так надо немножечко повыше ее поднять. И вот так сделать складочки. Так что вот такая вот кофточка. Вот такая так оттеняет. Спасибо большое. Очень красиво. Буду худеть. Буду худеть до той поры, пока эта кофта будет. Но вот эта никуда не денешь. У меня очень такие бедра. Ничего, вот так буду носить. Вот так. Джинсы они втягивают чуть-чуть. Это же у меня... Вот мне штаны эти присылала Надя. Они у меня были как на барабане. А теперь, смотрите, они у меня вот... Даже трусится ткань. Вот видите? Они у меня свободны. То есть у меня ноги похудели прилично. А вот эти части очень тяжело от них избавиться. Так, девочки, следующая кофточка красного цвета. Я иду мерять красную кофту. Итак, красная кофта. Красивая какая. Какая она яркая. И что мне здесь нравится, рукав можно сделать вот так просто. До, как говорится, до этой косточки. Вот так. А можно сделать, немножечко поднять. Ну, у меня сейчас я одела просто белый лифчик. Бюстгальтер, извините. Тогда я одену или телесный, или майку, как я вам говорила. Но вообще шикарно. Видите? Вот она свободно падает. Не видно моих жирокомбинатов. Красиво, правда? Посмотри, какая красивая кофточка. Какой цвет. Такая структура ткани. Замечательно. Просто замечательно. Хотя бы я здесь, вот как раньше, в детстве, так кружилась. В этом платье. И вот здесь было поддувало. Ой, лова загружилась. Я падаю. Ой, извините секундочку. Лова загружилась ужасно. Красивая кофта. Спасибо, девочки. Мне очень-очень нравится. Вот так вот поддернула рукава, если, например, мешают. И вот. Вот в этой кофте можно легко, цвет очень красивый, ехать на съемку удачного проекта. И вообще, сочетание красного и зеленого с любым цветом, это красота. Мне очень нравится. Мне таков-то тоже очень нравится. Но там у меня жиры. Жиры видны. Придется его пока вниз в шкаф положить. А это шикарно. Это просто шикарно. Но я думаю, даже если у меня лифчик вот такого вот цвета. Ну, я черный. У меня черный есть. Я одену черный. Ничего страшного. Но я не люблю, когда, видите, вот живот мой и вот мои штаны. Вот это видно, я не люблю. Поэтому надо, чтобы была просто такая телесная майка. А если нет, то можно даже так одеть. Мне очень нравится. Мне очень нравится, нравится, нравится. Красивая майка. Ой, рубашечка. Красивая. Так, и теперь, как обычно, знаете, в конце показа выходит невеста. А я сейчас выйду вот в этой пудровой кофте. Минуточку подождите. И так, и так. Конечно, вот эта кофточка очень красивая. Но мне надо немножечко еще под нее похудеть. Видите? Вот у меня здесь видно, вот у меня, во-первых, такие штаны сегодня. Ну, вот здесь, конечно, немножко собрано. Но верх очень красивый. Посмотрите, как красиво вообще. Надо срочно еще вот это. А знаете, а может какое-то белье можно одеть, что стянется. Ну, файно, так надо немножечко повыше ее поднять. И вот так сделать складочки. Так что вот такая вот кофточка. Вот такая так оттеняет. Спасибо большое. Очень красиво. Буду худеть. Буду худеть до той поры, пока эта кофта будет. Но вот эта никуда не денешь. У меня очень такие бедра. Ну, ничего, вот так буду носить. Вот так. Джинсы не втягиваю чуть-чуть. Это же у меня, вот мне штаны эти присылала Надя. Они у меня были как на барабане. А теперь, смотрите, они у меня вот, даже трусится ткань. Вот, видите? Они у меня свободны. То есть у меня ноги похудели прилично. А вот эти части, очень тяжело от них избавиться. Так, девочки, следующая кофточка красного цвета. Я иду мерять красную кофту. Иду мерять красную кофту. итак красная кофта красивая какая какая она ярко и что мне здесь нравится рукав можно сделать вот так просто до как говорится до этой косточки вот так а можно сделать немножечко поднять но меня сейчас я одела просто белый лифчик бюстгальтер извините тогда я одену или телесной или майку как я вам говорила но вообще шикарно ведь это нас свободно падает не видно моих жира жира комбинатов красиво правда посмотри какая красивая кофточка какой цвет такая структура ткани замечательно просто замечательно хотя бы и здесь вот так раньше в детстве так кружилась о том платье и вот здесь было поддувало ой глаза я падаю ой извините секундочку а лова загружилась ужасно красивая кофта спасибо девочки мне очень очень нравится вот так вот под подернула рукава если например мешают и вот вот в этой кофте можно легко цвет очень красивый ехать на съемку удачного проекта и вообще сочетание красного зеленого с любыми цветом это красота мне очень нравится мне таков то тоже очень нравится но там у меня жиры жиры видны придется его пока без шкаф положить а это шикарно это просто шикарно я думаю даже если меня лифчик вот такой вот цвета не черный я черный если я одену черный то ничего страшного но я не люблю когда видите вот вот живот мой и вот мои штаны вот это видно я не люблю поэтому надо чтобы была просто такая телесная майка. А если нет, то можно даже так одеть. Мне очень нравится, мне очень нравится, нравится, нравится. Красивая майка. Ой, рубашечка. Красивая. Так, и теперь, как обычно, знаете, в конце показа выходит невеста. А я сейчас выйду вот в этой пудровой кофте. Минуточку, подождите. Итак, пудровая модель, пудровая модель, пудровая модель. Смотрите. Красиво, да? Ой, какие у меня сиськи большие. Она спадает. Ну, немножко похудеет, конечно, еще лучше будет. Но что здесь характерно? Ну, какая красивая, да? Красота. Просто красота. Вообще супер-супер. Смотрите. Вот здесь, что мне нравится, ну, это, извините, сейчас я вторую, это вот так. О, а то совсем по-другому, да, смотрится. Ну, красивый цвет. И мне, посмотрите на вот этот боковой шов. Такое впечатление, что я одела наизнанку, ребят. Нет, вот изнанка, а это такой шов красивый. Видите? Ну, замечательно. Ну, мне идет? А ну, скажите. Ну, злопыхатель скажет, что вообще идет как коровье седло, а мне нравится. Мне очень нравится. Девчонки, вы угодили мне на все сто. И вот эта кофточка, она не сильно меня обтягивает. Она все нормально. Смотрите, она вот тут так падает, такими этими. Ну, конечно, если вот так втянуться, то будет, или скотчем замотаться, то, но мне кажется, что хорошо. Правда? И под темные джинсы, и под светлые, и под юбку, что хочешь. Ну, мне нравится. Смотрите, какая красота. Правда? Вот, вот, вот. Ну, я же вижу, что мне эта кофточка идет. И та, и та. Мне цвет этот идет. Вроде так просто. Ничего нет. Это обыкновенный вот бантик. А так красиво. Так что, девчонки, спасибо вам большое. Вы мне угодили на все сто пятьсот процентов. Спасибо. А то Виталик так показал, что вообще думает, что там такое, что-то за мешочки прислали. Нет, это красивые такие кофточки, в которых Алла теперь будет просто красавицей. А я не собираюсь, сколько бы мне лет не было, я не собираюсь одевать длинную мантию и завязывать голову платком. Потому что я хочу быть как можно дольше интересной женщиной. Да, я бываю дома такой, знаете, как на чепураха, или как правильно сказать. Но, а вообще, а вообще, нужно вот такие вещи, чтобы они действительно подчеркивали твой характер, манеру твоего поведения и вообще. А эти вещи подчеркивают и говорят Алла, водолей, водолей. О, смотри, какое прямо кольцо придумала себе сделать. Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч. Американская тернопольская посылка принесла мне много-много радости. Девчонки, спасибо большое. Я вас люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.